Вот такой картины сегодня встречают отдыхающих рюминские пруды. Прямо у берега десятки тушек мертвого карася. Того самого серебристого карася, которого зимой так любят ловить здесь участники рыбатлона. Нет, конечно, рязанцев мором рыбы сегодня не удивишь. Но это же именно то место, о котором наши журналисты говорят уже не первый год. На возмущение местных жителей Межрайонная природоохранная прокуратура отреагировала молниеносно. Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры в ходе мониторинга средств массовой информации в сети интернет была выявлена информация о массовой гибели рыбы в районе ЦКПО города Рязани. В связи с этим природоохранной прокуратурой организована проверка с целью установления причин гибели рыбы, привлечены специалисты, организован отбор проб воды. По результатам проведенных лабораторных исследований, обследований будет принято решение о причине гибели рыбы и, соответственно, о необходимости принятия мер прокурорского реагирования. Мертвая рыба, впрочем, не единственное, что бросается в глаза при ближайшем рассмотрении. Старые покрышки, бутылки, пластиковый мусор и мутная цветущая вода. Порой здесь охватывает чувство брезгливости. А ведь еще пять лет назад городские власти обещали провести здесь глобальную реконструкцию. В прожекте даже клятвенно прописывали фонтан высотой 18 метров, лодочные станции, пляж и рассаду специальных растений, которые обеспечат экологическую безопасность водоема. Дескать, будут здесь и специальные габионные сооружения, а также биоплато в местах впадения реки Лыбедь. Но, похоже, эти обещания так и остались на уровне городских легенд. Хотя местные помнят все. Еще в 2016 году на так называемую экологическую реабилитацию Рюминского пруда городские власти божились потратить. Вместе с федеральными деньгами больше 40 миллионов рублей. А с учетом ремонта гидротехнических сооружений – все 60. Но дело, как видим, так и не сдвинулось с мертвой точки. Вернее, как сегодня говорят, надо бы актуализировать проектную документацию. Естественно, с увеличением финансовой составляющей. Ну а пока чиновники все делят, актуализируют и распределяют, Рюминский пруд уже начал превращаться в болотце с соответствующим запахом.